Парализованный Иисус Сегодняшняя история о парализованном Иисусе. Некоторые из нас парализованы физически и жаждут пережить исцеление. Большинство из нас сами пришли в комнату, чтобы посмотреть эту передачу, но мы все равно парализованы. Почему? Почему? Некоторые из нас парализованы духовно. Мы больше не верим в то, что Бог действует в нашем мире. Бог кажется нам далеким. Наши молитвы просто отбиваются от потолка. Нам кажется, что Бог парализован. Мы говорим, как псаломопевец. «Почем ты спишь? Господи!» Другие парализованы психически. Тревоги наполняют наш разум, перемены климата, четвертая волна ковида, финансовые проблемы и так далее. Мы ощущаем себя беспомощными. Нам трудно собраться с мыслями, как псаломопевец. Мы говорим, почему моя душа так встревожена. Третьи парализованы эмоционально. Наши отношения напряжены. Прощение, примирение и исцеление кажутся нам далекими. Давление от этих вещей истощает нас. Почему мы должны любить тех, кто отвергает нас? Мы взываем. Сколько еще, Господи? Чтобы Иисус сказал нам, страдающим от паралича в разных сферах. Глядя на сегодняшнюю историю, мы должны вспомнить, что произошло в 8 главе. Иисус только что явил свою власть над природой, успокоив море словом. Он изгнал бесов из двух бесноватых. Он обладает властью и над духовным миром. Он имеет власть над болезнями, бесами и природой. Что дальше? В 9 главе Иисус возвращается в Капернаум, в Галилею, где Он уже исцелил многих. К Нему приносят паралитика на постели. В Евангелии от Марка мы узнаем чуть больше подробностей. Марк говорит, что вокруг Иисуса собралось много людей. Когда Иисус проповедовал, дом наполнился до пределов. Четверо друзей принесли паралитика к Иисусу. Когда они увидели, что не смогут приблизиться к Иисусу из-за толпы, то разобрали крышу и опустили парализованного. В Луке говорится, что его опустили на постели прямо к Иисусу. Это драматический момент. Человек с явной нуждой оказался прямо перед проповедником. Иисус не может игнорировать этого. Толпы смотрят на Него. Что Он сделает? Иисус видит их веру. Веру парализованного и Его друзей. Иисус уже исцелял от паралитича. В 4-й и 8-й главе. Они верили, что Иисус обладает властью, чтобы исцелить этого паралитика. Вера – важная часть в истории исцеления. Матвея. Иисус удивляется вере римского сотника и говорит, «Как ты веровал, да будет тебе». Иисус говорит женщине, страдавшей кровотечением. «Вера твоя спасла тебя». Двум слепым Иисус говорит, «По вере вашей, да будет вам». Хананейке, дочь которой была бесноватой, Он говорит, «Женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». А позже Он говорит ученикам, «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Читая эти местописания, мы можем прийти к выводу, что Иисус отвечает на веру. Положение нашего сердца не остается незамеченным. Когда мы практикуем веру, наша помощь приходит не через величие нашей веры, а величие того, кем является Иисус. Я повторю еще раз, когда мы практикуем веру, мы надеемся не на величие нашей веры, а на величие того, кем является Иисус. Иисус чтит тот факт, что мы доверяем Ему. Иисус видит и отвечает на нашу веру. Если мы парализованы физически, духовно или психически, то в первую очередь должны задать себе следующий вопрос. «Верим ли мы в Иисуса или страдаем от неверия?» Иисус видит паралитика и его друзей. Он видит в них ту же веру, что видел у прокаженного и римского сотника. Вера. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невиданном». Евреям 11.1. Люди, имеющие веру, похожи на Авраама, который поверил, что Бог может оживить мертвое и сделать несуществующее существующим. Они живут верой. Обратите внимание на то, как Иисус обращается к паралитику. «Сын мой». Слово «сын» — это термин, говорящий о близости. Иными словами, Иисус говорит «ободрись, друг». Сейчас произойдет что-то хорошее. Он обращается к нему с состраданием. Позже в 9 главе Иисус скажет то же самое женщине, страдающей от кровотечения. «Ободрись, дочь». Матвей пишет в 9 главе 36 стихе, что Иисус, видя толпы народа, сжарился над ними. Там говорится о том, что они были беспомощны, то есть не могли сами подняться. Иисус обращает на это внимание. Некоторые из нас должны услышать сегодня от Иисуса. «Ободрись, сын или дочь. Я вижу твою веру. Я ощущаю твою боль». Нечто хорошее случится с тобой. Иисус видит нашу боль и обращается со страданием. Но затем Иисус говорит нечто шокирующее. Мы ожидаем, что Иисус скажет паралитику «встань и иди». А вместо этого Он говорит «твои грехи прощены». Что? Сразу же. У некоторых книжников возник вопрос. Он действительно сказал это? Он считает себя Богом? Это богохульство. Его нужно побить камнями. Почему Иисус сказал это? Во-первых, Иисус фокусируется на паралитике. Он обращается прямо к Нему. Вы заметили, что Он обратился еще до того, как человек успел сказать что-то. Иисус видит состояние его сердца. Иоанна 2.25 гласит, что Иисус видит сердце человека. Мы можем предполагать, что паралитик пришел за физическим исцелением. Да, но его также тревожил грех. Многие в толпе предположили бы связь между физическим состоянием человека и его грехом, включая самого паралитика. Представьте себе тяжесть, с которой он жил. Неужели его жизнь будет вечно отмечена грехом? Неужели он потерял право на Божье благословение? В Иоанна 9 Иисус встречается с человеком, который родился слепым. Первый вопрос учеников. Кто согрешил? Он или его родители? Иисус говорит «никто». Личный грех часто не является прямой причиной болезни. Но и такое может быть. В Иоанна 5 Иисус говорит человеку, который 38 лет был хромым, что он больше не грешил. Мы видим здесь связь. Павел связывает грех и болезнь в 1 Коринфянам 11. Иаков делает то же самое в Иакова 5. Когда Иисус говорит «твои грехи прощены», он подразумевает связь между грехом человеком и параличом. Во-вторых, Иисус говорит «твои грехи прощены», потому что между параличом и грехом грех является серьезной проблемой. Грех — это главная проблема. Паралитик Иудей должен был знать Иезекииля 18.20. Душа согрешающая. Та умрет. По сути, каждая болезнь является результатом прихода греха в мир через падение человечества. Это настоящая всемирная пандемия. Иисус видит нашу главную проблему — грех — и обращается к ней. Пандемия раскрыла нашу главную проблему — вирус греха внутри нас. Церкви, семьи, пары начинают разделяться из-за масок социального дистанцирования и принудительной вакцинации. И вопрос здесь — в грехе, а не в вирусе. Иисус задает нам тот же вопрос, который Он задал хромому у купальни Вефезда. Хочешь ли исцелиться? Если мы хотим исцелиться от паралича духовного, психического или физического, мы должны позволить Иисусу обратиться к нашей главной проблеме. Мы просим Иисуса облегчить физические страдания. Но хотим ли мы, чтобы Иисус обратился к проблемам нашего сердца? Мы просим исцеления в отношениях. Но хотим ли мы, чтобы Иисус обратился к нашему греху в отношениях? Часто, когда есть нужда в исцелении, Иисус хочет сделать нечто большее. Когда мы боремся с физической болезнью, Он также хочет, чтобы мы приблизились к Нему, получили прощение грехов, пережили исцеление от горечи, от психических проблем и увидели восстановление в отношениях. Иисус видит картину целиком, и Он видит причину наших проблем. Когда вопрос касается нашей главной проблемы, мы, люди, склонны делать одну из трех вещей. Первое – игнорировать грех, словно его нет. Второе – обвинить кого-то или что-то. Третье – прикидываться, словно это не важно. Но Иисус пришел, чтобы разобраться с грехом, а не игнорировать его. Иисус серьезно относится к греху. Это ужасная и заразная вещь, которая отделяет нас от Бога, друг друга и себя самих. Как проказа, грех находится внутри нас, глубже того, что видно на поверхности. Он постоянно распространяется, и от него есть лишь одно лекарство. Какое? В Матвея 8, 17. После очищения прокаженного, исцеления паралитика, исцеления женщины с горячкой, Матфей цитирует Исайя 55, 3. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Слово «немощь» означает отсутствие сил. Как сказано в Исайе 53, Иисус относится к нашим немощам так серьезно, что сразу идет на крест и берет на себя все наши скорби, прегрешения и грехи. Он не только берет наши грехи, но предлагает исцеление. Исайя пишет в 53 главе, что ранами его мы исцелились. Ничто не может скрываться от Иисуса. Когда мы истощены эмоционально, не можем контролировать свои мысли, когда у нас нет сил работать над отношениями, когда мы духовно подавлены, Иисус берет наши грехи, все, все их последствия. Он разбирается со всем этим на кресте. Он берет все это на себя. Иисус видит нашу главную проблему, грех, и разбирается с ней на кресте. Почему это так важно для нашего исцеления? Благодаря смерти Он взял на Себя самую ужасную болезнь, грех, наша неспособность соответствовать Божьей святости, наше непопадание в цель, сознательный бунт, стремление жить независимо от Бога, все злые дела. Иисус взял на Себя все наши грехи, когда умер на кресте, чтобы избавить нас от ужасной, из проказ нашей души. Вера в то, что Иисус может разобраться с нашим грехом, приводит нас через жизненные бури, к нашей судьбе в вечности. В Иисусе величайшая угроза нашему благополучию была побеждена. Он обеспечивает нашу судьбу в вечности и находится рядом с нами на земле. Это позволяет нам совсем иначе смотреть на жизненные вызовы. Мой друг Рик страдает от АЛС, ужасной болезни, от которой нет лекарств. Однажды ему приснился сон. Во сне он был физически здоров. Он мог ходить. Он проснулся полон радости. В последние дни Иисус начал говорить ему о прощении грехов. Он спросил себя, радуюсь ли я прощению своих грехов, праведности перед Богом, восстановлении отношений с Богом, так же, как физическому исцелению во сне. Я молюсь за физическое исцеление своего друга. Я хочу увидеть, как мой друг ходит. Я хочу, чтобы он понес свою постель домой. Но сегодня его вопрос остается актуален. То, что Бог открыл Рику, намного важнее его физического исцеления. Почему? Он знает, что будет ходить с Иисусом в вечности. Радует ли нас прощение грехов? Решение главной проблемы так же, как история физического исцеления. Хронические и смертельные болезни, духовный гнёт, финансовая нестабильность, отвержение сверстников и прочее возбуждает страх. Но самый страшный жизненный вызов — это сам грех. Другие вызовы могут привести к физической смерти, но грех приводит к духовной смерти. Это должно быть величайшим страхом. Несколько недель назад я остановился возле кладбища одного из самых старых городов Британской Колумбии. Надгробные камни рассказывают истории мигрантов, которые приехали сюда из Англии, Шотландии, Италии и других мест с мечтой. Я остановился там, чтобы помолиться за нашу провинцию. Жестокая правда состоит в том, что все похороненные там умерли. Кто-то умер в младенчестве, другие умерли в зрелом возрасте. Все они умерли. Возможно, нам стоит приходить на кладбище время от времени или посещать похороны, как это сделал я на прошлых выходных. Мой кузен умер от рака мозга в 69 лет. Возможно, нам стоит сделать это, потому что мы не можем полностью избежать болезней. COVID-19 — это реальность. Многие пострадали от него и умерли. У общества возникли проблемы с COVID-19, потому что мы не хотим жить с реальностью страданий и смерти. Мы живем так, словно не должны умирать, не должны страдать. Но мы не можем избежать смерти. Если мы будем игнорировать реальность греха, будем пытаться подавить реальность смерти, мы больше не можем ясно думать о сегодняшнем дне. Мы будем жить в иллюзии. У наших эмоций не будет якоря. Мы просто будем следовать веянию времен без якоря для наших душ. Иисус видит нашу главную проблему. Он знает реальность греха и смерти. Он не только дает нам вечную судьбу в нем, но и позволяет пережить жизненные бури сегодня. Физические, духовные, пандемии и так далее. Иисус обладает властью над природой и болезнями. Иисус обладает властью над грехом, смертью и сатаной. Грехи его последствий были побеждены. Иисус обладает властью над всем. И это должно побудить нас довериться ему. Он хочет успокоить наши сердца и умы. Он хочет, чтобы мы услышали его слова. «Ободрись, сын или дочь. Я вижу твою веру, ощущая твою боль. Я готов принести исцеление сегодня». Пастор Роб спросил несколько недель назад. «Разве сейчас не исцеляются 100%?» Д.А. Карсон пишет, «Хоть крест и воскресение креста дают нам уверенность, наши воскресшие тела, как говорит Новый Завет, придут к нам лишь при возвращении Христа. И то же самое во многом касается исцеления. Бог может дать исцеление сейчас, но не обязан делать этого. Но однажды все настоящие верующие будут полностью исцелены. В итоге смерть и болезни исчезнут. Каждый, кто следует за Иисусом, однажды освободится от всех физических проявлений греха. Это наша надежда. Наши воскресшие тела будут полностью здоровы. Но если мы думаем про идеальное здоровье сейчас, то не все будут исцелены физически в этой жизни. Иисус пришел, чтобы дать нам нечто большее, чем здоровые тела на земле до смерти. Иисус пришел, чтобы принести высшее исцеление. В 8 и 9 главе чудеса Иисуса показывают, что Он тот, кто помазан Богом, чтобы принести Царство Небес на землю. Многие следуют за Иисусом. Они верят. В Матвея 8, 19 книжник говорит, что хочет следовать за Иисусом, куда бы Он ни пошел. Но не все радуются вести о Царственной земле. В толпе много книжников и фарисеев. Лука говорит, что они пришли со всей Галилеи, Иудеи, Иерусалима. Почему они собрались в маленьком Капернауме? Чтобы изучить Иисуса, понаблюдать за Ним, оценить Его. Некоторые книжники обращаются к себе, оценивая Иисуса в своих сердцах. Иисус ощущает в духе, что они делают. Их мысли не позволяют им увидеть происходящее. Иисус видит их неверие. Неверие – самый базовый грех. Во что верили книжники? Они считали, что Иисус совершил богохульство, взяв на Себя власть, прощать грехи. Только Бог может делать это. Они считали, что Иисус оскорбил Бога. В Матвее 26 на суде Иисуса они начнут кричать богохульство, оправдывая Его распятие. Они не верили. В доме Иисуса в Капернауме мы впервые видим напряжение между Иисусом и религиозными лидерами. Это напряжение будет расти. Оно станет центральной темой в Евангелии Матвея. Почему книжники так часто выступали против Иисуса? Новое вино Иисуса стало вызовом для их сути. Иисус подрывал их мировоззрение, их понимание Бога, их власть в иудейском обществе и их истолкование Писаний. Принятие Иисуса в качестве помазанника Божьего перевернуло бы их мир вверх ногами. В сердце они не верили, что Иисус – Мессия. Они задавали Ему вопросы, и как отвечал Иисус на то, что было в их сердцах и умах? Иисус видит неверие, самый базовый их грех, и бросает Ему вызов. Он задает риторический вопрос в пятом стихе. Что легче сказать? Прощаются тебе грехи или встань и ходи? Вопрос подразумевает, что они увидят более сложное, а более простое последует за ним. Очевидно, что легче сказать. Прощаются тебе грехи, ведь это невозможно сразу же подтвердить. Это невидимая реальность. Но заявления об исцелении паралитика сразу же подтвердят все. Результаты будут видны. Если Иисус может исцелить паралитика, то Он также обладает властью прощать грехи. А это значит, что Он – Мессия, Бог, и они должны поверить. Тогда Иисус говорит, но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, 6 стих, и не заканчивая предложение, Он поворачивается к паралитику и исцеляет его. Встань, возьми постель свою и иди домой. И что происходит? 7 стих. Он встал и пошел домой. Сила Божья была с Иисусом. Чтобы исцелять. Это было явное доказательство власти Иисуса. Лука говорит, что паралитик шел домой, прославляя Бога. А толпы? Они испугались. Они стали свидетелями Божьего чуда. Но они не остались в страхе. Они начали прославлять Бога за ту власть, которую Он дал Иисусу. Это начало новой эры. Они не совсем понимают, кто такой Иисус, но они знают, что увидели то, чего не видели ранее. Им понадобится время, чтобы понять, что имел в виду Иисус, когда сказал, «Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи». «Сын человеческий» означает, что Иисус – смиренный слуга. Иммануил – Бог с нами. Он пришел, чтобы простить грешников вроде нас. Он – страждущий слуга, о котором пророчествовал Исаия. Он искупит свой народ через свою жертвенную смерть и чудесное воскресение. Он также славный царь, который вернется, чтобы установить царство небесное на земле. Толпы и паралитик прославляли Бога за Иисуса. А книжники и фарисеи начинают спрашивать о том, почему Иисус проводит время с грешниками. Они будут задавать вопросы Иисусу на каждом углу. Они не будут отрицать Его чудес. Но они будут приписывать Его служение и исцеление делам дьявола. Матвея 9,34 – это грех, который не может быть прощен. Иисус может избавить от неверия лишь тогда, когда человек обращается. Иисус более чем готов избавить от неверия, если мы обратимся к Нему, откроем свои умы для Его откровения и скажем, «Господи, помоги моему неверию». Человек, который исповедовал это перед Иисусом, увидел, как Его бесноватый Сын освободился. Иисус может открыть Себя нам. Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы Он явил Себя нам. Готовы ли мы изменить свое мировоззрение, свои ценности, свои дела? Готовы ли мы пойти по пути исцеления – духовного, психического и эмоционального? Готовы ли мы услышать от Иисуса «Встань и иди»? Паралитик был в отчаянии из-за своего состояния и греха. Несколько недель назад мы с несколькими старейшинами молились за друга – Теда. Тед страдает от неизлечимой болезни. Год назад он упал и сломал ногу. После этого падения он не может ходить. Мы молились за его физическое исцеление. Мы хотели, чтобы он пошел. За последний год люди из разных этнических групп приходили к нему домой, чтобы позаботиться о нем. Я спросил его, Тед, скольких ты привел к Иисусу в этом году? Сколько людей уверовали в Иисуса за этот год? Он сказал, около десяти. Тед не может ходить. Но духовно парализованные люди, которые приходили к нему, ушли домой прощенными. Готовы ли вы, чтобы вас отнесли к Иисусу? Толпы слушали учения Иисуса. Они наблюдали за его чудесами. Они не совсем понимали, кем был Иисус, но они восхищались тем, что видели. Если они будут следовать за Иисусом, то будут видеть все больше и больше. Хотите ли вы видеть больше? Некоторые книжники ставили под сомнение Иисуса. Если бы они приняли Иисуса как Мессию, то это бы разрушило их взгляд на мир, их систему убеждений и ценностей, и требовало бы от них повиновения. Они не хотели сходить со своих престолов. Они выбрали паралич. А с кем отождествляем себя мы? С паралитиком? Толпой? Или книжниками? Хотим ли мы встать? Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты открыл нам Своё сердце в Иисусе. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришёл. Мы благодарим Тебя за то, как Ты являл Отца, будучи на земле. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пошёл на крест и взял на Себя наш грех. Господи, я молюсь за наших зрителей, которым кажется, что они не смогут подняться сегодня. Возможно, они нуждаются в духовном, психическом, эмоциональном или физическом исцелении. Господи, пусть они услышат Тебя сегодня. Пусть они услышат, как Ты говоришь им, ободрись, сын или дочь. Я рядом. Я несу исцеление. Я хочу, чтобы Ты встал и пошёл. Господи, я молюсь, чтобы мы приняли то исцеление, которое Ты даёшь сегодня. Я молюсь за тех, кому не хватает веры. Укрепи их, веру. Как Ты сделал это для человека, который сказал, «Господи, помоги моему неверию». Я молюсь о тех, кто не верит. Пусть они откроют свои сердца и умы Твоему Слову и скажут, «Господи, если Ты реален, то открой себя мне». Господи, мы верим, что Ты выполнишь сегодня свою работу в нашей жизни. Мы очень нуждаемся в Тебе. Смилуйся над нами. Во имя Иисуса. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...